Фуксия и пеларгония иногда называют растениями, которые испортило центральное отопление. Действительно, ни те, ни другие не будут цвести в помещении так, как они способны цвести на свежем воздухе. Здравствуйте, друзья! Весна – это прекрасное время, чтобы вынести свои растения на свежий воздух, в сад или на балкон. Сегодня о том, как и когда это лучше делать. Страивать первые прогулки на свежем воздухе для Фуксии можно, когда заканчиваются морозы. Уже в конце зимы солнце пригревает теплее, и даже когда на улице минусовая температура, на солнце она становится плюсовой. Ну вот, например, сегодня за окном минус 10, а на солнце, посмотрите, плюс 35. В такие дни приходится вспоминать противопротеняющие занавески, а еще лучше, несмотря на минус за окном, открывать окна на стеж. Воздушно-солнечные ванны идут Фуксиям только на пользу. Излишнее тепло – это не очень хорошо не только потому, что у Фуксии растения чувствительны к перегреву корневой системой, но еще и потому, что в таких условиях они дают сильный рост, удлиняют побеги, и в конечном итоге это вредит общей компактности, форме, красоте кустов. Да и вредители в помещении с высокой температурой, без доступа к свежему воздуху, чувствуют себя гораздо более вольготно. Поэтому чем теплее становится на улице, тем длиннее желательно делать продолжительность таких воздушных ванн. Но совсем теплые, апрельские, а иногда и уже и мартовские дни, окна на балконе в помещении с Фуксиями можно оставлять открытыми на весь день. Даже кратковременные нахождения на свежем воздухе их преображают только в лучшую сторону. В зависимости от погоды, в начале апреля, иногда уже и в марте, те Фуксии, которые зимовали у меня в погребе или в траншеи, я выношу в теплицу. Заносить кусты сначала домой, а потом выносить их в сад я смысла не вижу. Да и, честно говоря, такого места подходящего у меня для них в комнатных условиях нет. Исключение делаю только для позднецветающих сортов. Я стараюсь их будить немного пораньше. О том, как это делать, я рассказывала в предыдущих видео, они есть на нашем канале. Но сейчас только могу добавить, что за это время опытным путем как-то я пришла к выводу, что все-таки лучше, когда эта пробудка происходит в условиях, приближенных к естественным. В комнате на подоконнике зачастую бывает недостаточная влажность воздуха и слишком высокая температура. Могут начинаться с этим свежим ростом проблемы, начинают подсыхать эти свежие почки. Поэтому лучше какое-то помещение, где нет слишком высокой температуры и достаточной влажности воздуха. Это может быть тот же самый утепленный балкон, терраса, какое-то подсобное помещение. Я вот использую теплицу. Сразу о двух своих знакомых я слышала такое возражение против теплицы, что, дескать, в теплице Фуксии очень быстро находят белокрылка, любимый их вредитель. Я сама с такой проблемой никогда не сталкивалась. Но если не хотите рисковать, если теплица потом для выращивания овощей используется, то можно соорудить какое-то временное укрытие. Отличный вариант в прошлом сезоне показывала Лола Каримова. Она делала такой небольшой временный парничок. Если растения на даче, а вы цветовут выходного дня, то есть можете только от выходных до выходных их проведывать, то вполне можно в дачном садовом доме их оставить. Вряд ли там уже будет в это время года минусовая температура. А что касается полива, то пока на Фуксиях еще нет листьев, часто поливать их не нужно. Поэтому от выходных до выходных они вполне вас могут в таком прохладном светлом помещении дождаться. Моя теплица самая обычная, неотапливаемая. Это поликарбонат. Поэтому в принципе достаточно сильный заморозок ночной она не держит. И из-за этого я накрываю еще дополнительно те кусты, которые достаю из зимовки, слоем укровного материала плотного. От заморозка весной Фуксии надо, конечно, беречь. Ну уж, если так случится, что не убережете, у меня, конечно, такое было. Это обычно не фатально. Они начинают давать новый рост от корневой шейки. Но, конечно, лучше все-таки перестраховаться и укрывать понадежнее. Беречь Фуксии в это время года надо не только от заморозка, но и от солнца. Когда на улице еще достаточно прохладно и кое-где лежит снег, то действие солнца недооцениваешь. А оно в это время уже может быть очень и очень обжигающим. Даже вот такой неотапливаемый парник из поликарбоната солнце способно разогреть в марте и в апреле до вполне летних температур. Вот посмотрите, 23 в обычном состоянии, а на прямом солнце так было все плюс 56. Поначалу у меня даже случались потери растений. Я не могла понять, что происходит. Вроде бы вот проснулись почки, начинают ростки уже отрастать, и вдруг они погибают. А потом я поняла, что это происходит именно из-за перегрева. Поэтому теперь в солнечные дни теплица у меня обязательно проветривается в течение всего дня, скрывая ее только вечером. Укровной материал, которым кусты накрыты, он пропускает свет, и для пробуждения почек этого достаточно, но от ожогов он предохраняет. Но когда заканчиваются минусовые температуры и плюс устанавливается не только днем, но и в ночное время, фуксии можно окончательно переводить на улицу. В это время их тоже нужно прежде всего защищать от активного действия солнца, приучать к нему постепенно. Особенно если растения дома где-то были, то они будут совершенно не адаптированы. А ожоги на листьях появляются просто моментально. Достаточно каких-нибудь там 15-30 минут прямого солнца, и все будет ожог. Выглядят ожоги обычно как такие бронзово-белые, иногда пурпурные пятна. Конечно, не погибнет растение от таких ожогов, но если будет их слишком много, то оно, что называется, будет болеть. Оно на какое-то время остановится в росте, будет долго очухиваться. Это и на сроках цветения сказывается. Размещать растения в это время желательно с теневой стороны зданий, заборов, на балконе со стороны стенки. То есть там, где есть тень. Либо накрывать укрывным материалом и постепенно снимать его в вечернее время, когда солнце закатное, либо в пасмурные дни. Постепенно фуксии адаптируются, и можно будет обходиться без укрытия. Говорят, что свежий воздух для фуксии является не менее важным элементом питания, чем традиционное удобрение. И это безусловно так. Обязательно выносите фуксий на свежий воздух, если у вас есть такая возможность. Вы убедитесь, что он творит с ними чудеса.